Аплодисменты Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок. Очень часто эти строчки Велимира Хлебникова Начинают мои выходы на сцену. Правда, когда я произношу войск песен, я имею в виду прежде всего поэтическое войско. Потому что прежде рождения песни в душе поэта рождаются стихи. Правда, когда это действительно стихи, а не зарифмованная посредственность. Так вот, они жили, живут параллельно с песней и будут жить. И в самих книгах, и в памяти читателей, и в устах потрясающих мастеров художественного чтения. Когда я начала выходить со своими первыми песнями, это Набелла Матвеева, Булата Куджава, я психологически ощущала себя в жанре стиха. Потому что они были в такой разговорной тональности. Это летняя ночь была теплая, как зола, Так незаметным шагом до окраин я дошла. Но наступил какой-то момент, когда я поняла, что одной разговорной тональностью в песне не обойтись. Вот поэтому понятно, что музыка к ней приходит дать ей крылья. Вот книжечка «Чёрная шкатулка». Мне её подарили в 1969 году. Тогда этой книгой увлекалась вся молодёжь. Написана на титульном листке «Напевы, баллады, романы». Эта книга была написана в основном с ощущением очень недавней катастрофы Второй мировой войны. И сейчас мне хотелось бы начать с того, чтобы перелистнуть одну из страничек этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok Никто не заметил, что в прошлую войну Пропал без вести мальчик по имени Давид. Его последний вопрос был, господин учитель, отчего происходит слово «гетто»? Не от «геты»? Субтитры создавал DimaTorzok Самое ужасное, когда дети начинают спрашивать Самое ужасное, когда они спрашивают Почему и что, и когда, и кто, и опять почему Самое ужасное, когда они уставятся на вас Своими чистыми глазами Черными или зелеными с точечками Или синими Такими синими, что в пору захлебнутся Самое ужасное, когда они смотрят на вас Снизу вверх И все они родились До войны, пани Во время войны И после Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пример В нем солнце и ветер и небо с его глубиной и полет и пение в лучах заката Пример доверия и верности Пример птиц Пример птиц Настоящий пример. Град ты! Ну вот действительно, для меня поэзия Она не ограничивается только стихами, ритмами. Она, наверное, еще в том, чтобы у человека рождалось особое зрение и слух на какие-то вещи очень тонкие, очень красивые, невероятные. И вот, когда я прочитала тоненькую книжку нашего великого клоуна-мима Леонида Гибарова, я поняла, что я читала книжку поэта. Ну вот послушайте. В городе был конец апреля. Снег на улицах стаял. Земля во дворах и скверах просохла. Я чувствовалась, что вот-вот начнется. По ночам голые ветки деревьев прислушивались. Не началось ли уже? И вдруг в одно тихое светлое утро Где-то на подоконнике заброшенного чердака Зазеленел маленький листочек. Тотча же зеленое пламя этого листочка Перекинулось на черневшие внизу газоны. Пламя, охватив газоны, понеслось дальше. Вскоре запылали салатовым цветом Березы, тополя, акации. Изумрудный огонь пробежал по кустам сирени. На следующий день полыхал весь город. Ветер раскачивал зеленые клубы нежной листвы. И весенний пожар разрастался. Я помню, огромное впечатление на меня произвел Цикл потрясающего композитора Микаэла Тривердиева. Я так и запомнила. Цикл Тривердиева. И только когда эти новеллы, песни, Когда они вошли в мой репертуар, Я по-настоящему познакомилась с этим поэтом. Полюбила его. Григорий Пожинян. Он удивительный. Знаете, юноша ушел на войну И был таким отважным краснофлотцем, Что о нем ходили легенды по всему флоту. Но вот мне очень близко то, Где есть его нежность. Попрощаюсь и в седло с порога. В детстве любил скакать морокко, Чтобы огорченными руками Всех отрыть, засыпанных песками. И жалел печальных бедуинов, Ничего не знавших про дельфинов. А дельфины — это те же дети, Плачут, если их заманут в сети, Не кричат, не рвут капрон, А плачут, словно эти слезы Что-то значат. А еще я думал Об оленях У отца усевшись на коленях, Как они бредут, Забыв про отдых, Мыть рога От крови В теплых водах. Как сорока любит олениху, Как сорока бьет ворону лихо, Если та над олененком кружит. Пусть охотники С оленем дружат, Пусть его не тронут. И добавил, Пусть слоны не тонут. АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень счастлива тому, Что со многими моими авторами Стихов, песен Я не просто была ей знакома, Ну и дружна. Я понимаю, Что жизнь Творца, Время Творца На земле Очень ограничено. Помните Акуджавское? Берегите нас, поэтов, Берегите нас, Остается век, Полвека, Год, Неделя, Час. Вообще, Тема времени, Мне кажется, Что она какой-то красной строкой Проходит Через все творчество Юрия Левитанского. Он так чувствовал, Понимал И так много писал Об этом. Собирались нас гора, Обнимались ласково, Пели, балагурили, Пили и курили, День прошел, как не было, Не поговорили. Виделись, не виделись, Ни за что обиделись, Помирились, Встретили, Шуму натворили, Год прошел, как не было, Не поговорили. Так и жили нас гора, И любили нас гора, Не жалея, тратили, Не скупясь, Дарили. Жизнь прошла, Как не была, Не поговорили. Илья Вайсман, На стихе Марина Цветаева. Я бы хотела жить с вами В маленьком городе, Где вечные сумерки И вечные колокола. И в маленькой деревенской гостинице Тонкий звон Старинных часов, Как капельки времени. И иногда по вечерам Из какого-нибудь мансарды В лето В лето И сон флетист в окне, И большие тюльпады На окнах, И, может быть, Вы бы Даже меня Не любили. Я бы хотела жить с вами В маленьком городе, Где вечные сумерки И вечные колокола. И, может быть, Вы бы Даже меня Не любили. Александр Вертинский В пыльной Маленький город, Где вы жили ребенком, Из Парижа весной К вам пришел туалет. В этом платье печальном Вы касались орленком, Бледным маленьким генцогом Сказочных лет. В этом городе сонном Вы вечно мечтали О полахопожах И верницах карет, И о том, как ночами В горящем Версале С мертвым принцем Танците вы Минуэт. В этом городе сонном Балов не бывало, Даже не было просто Приличных карет. Шли года Вы повлекли Платье уява Ваше дивное платье Мизон Ля Балет Но однажды сблиться Мечты сумасшедшие Платье было надето В фиалке цели И какие-то люди За вами пришедшие В катафалке По городу вас повезли На слепых лошадях Колыхались Плюмажики Старый попик любезно К один В махам Так Весной В Будафорском Смешном Экипажике Вы поехали Горбогу Набау Субтитры создавал DimaTorzok Я часто задаю себе вопрос, как бы сложился поэтический путь Владимира Маяковского, если бы не революция? И сама себе отвечаю, конечно, конечно, это были бы стихи, какие мог написать стихи человек, который так тонко чувствовал потребность в том, чтобы защитить самое беззащитное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вдруг разревелось так по-детски, что барабан не выдержал «Хорошо, хорошо, хорошо!» А сам устал, не дослушал скрипкины речи, шмыгнул макарящий Кузнецкий и ушел. Оркестр смотрел, как выплакивала скрипка, без слов, без такта, и только где-то глупая тарелка влязгивала. Что это? Как это? Как это? Как это? А когда геликон, медно рожей потный, крикнул «Дура, плакса, вытри!» Я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающиеся под ужасом. Питры зачем-то крикнул «Поши!» Бросился на деревянную шею. «Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи!» Я ведь тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются. Влип, как пришел к деревянной невесте голова. А мне наплевать. Я хороший. Знаете что, скрипка. Давайте будем жить вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чат. Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и негода. И шкуру его украшает волшебный узор, С которым равняться, осмелится только луна. Дробясь и качаясь на влаги широких озелок. Вдали он подобен цветным парусам корабля. И век его плавен, как радостный птичий порез. Я знаю, как много чудесного видит земля. Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран. Про черную деву, про страсть молодого вождя. Ну а ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад? Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чат. Изысканный бродит жираф. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Действительно, очень трудно бывает вообще понять жанр, в котором ты находишься. Что это? Ну вот Владимир Высоцкий Что за дом притих, Погружён во мрак, На сильных их Родных метрах Всеми окнами Обратясь во враг А воротами На проезжий тракт Хочешь стать, я устал А лошадок распряг Эй! Живой кто-нибудь? Выходи! Помоги! Никого! Только тень Промелькнула в синях И стерлятник Спустился И сузил круги В дом Заходишь Как? Всё равно В кабак А народишка Каждый третий Враг Своротят Скул Кось Непрошенный А Проза В углу И те Перекошенный И Зателся Смутный Чудной Разговор Кто-то Кто-то Песню Стонал И Гармошку Терзал А Припадочный Малый Придурок И вор Мне Тайком Из-под Скатерти Нож Показал Кто Ответит Мне Что За дом Такой Пошел Во Тебе Как Барак Щуной Свет Лампад Погас А Воздух Вылился А Лежить У вас Разучились А Двери Настиж У вас А Душа Взаперти Кто Хозяином Здесь Поил бы Вином А в ответ Мне Видать Был ты долго В пути И Людей Позабыл Мы Всегда Так Живем Траву Кушаем Век Начавель Скисли Души Опрощали Да Еще Вином Много Тешились Разоряли Дом Трались Вешались Я Коней Заморил От волков Ускакал Укажите Мне Край Где светло От лампад Укажите Мне место Какой Искал Где Поют Они Стонут Где Пол Непокат О таких Местах Не Слыхали Мы Вечно Жить По тьмах Привыкали Мы Испокон Мы В следа Шепоте Под иконами В черной Копоте Из Смрада Где Коса Висят Образа И о башку От чертя Шел свободно От путь Куда Ноги несли И глядели глаза Глядя Странные Люди Как Люди живут Сколько Склынула Жизнь Кидала Меня Не Докинула Значит Спел Про Вас Неумелая Очи Черная Скатерть Белая АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Юлий Ким Всем нам Хорошо Известен Любим И мы Очень хорошо знаем его По песням По пьесам По песням Из кинофильмов Из спектаклей Ну вот Однажды я просто взяла Отдельно Книгу его Стихов И как бы Заново Открыла Жажда Уставших Коней Да Утолится Зерно Жажда Сожженных Полей Да Утолится Посевом Да Возвратится Любовь В сердца Разоренные Страхом И гневом Как Возвращается Путник В Покинутый Дом Слезы Слезы Горячие Наши Да Долеют Броню Души Незрячие Наши Да Сподобятся Вечного Света Не погуби Пощади Пожалей Возлюби Возлюби Человек Человека И Простится Тебе На земле И Воздастся В раю Жажда Уставших Коней Да Утолится Зерно Жажда Сожженных Полей Да Утолится Посевом Да Синит Тишина Сердца Разоренные Страхом Гневом Как осеняют Березы Отеческий Дом Слезы Горячие Наши Лягут Росой На луга Лягут Росой На луга Высоко Поднимутся Травы И Зарастут Пепелища И Закроются Раны И Простит Нам Обиду Душа В Небесах Героиня сказки С трагическим Концом Это Ника Турбина Я познакомилась с ней Буквально Через месяц После того Утро Ее Жизни 6 Марта 1984 Года Когда Она Просто Проснулась Знаменитой Потому что Газета Комсомольская Правда На всю Полосу Поместила Ее Стихи С предисловием Юлиана Семенова И Это было Так Невероятно Было очень трудно поверить Что Эти стихи Написала Девочка От 5 до 9 лет Это была Настоящая Сенсация А когда я ее Увидела В ее квартире В Ялте Передо мной Стояла Просто такой Маленький принц Милое Открытое Существо Но как только Как только Она начинала Читать Стихи Тут Тут я Переставала Понимать Кто Передо мной Глазами Чьими Я смотрю На мир Друзей Родных Зверей Деревьев Птиц Губами Чьими Я Ловлю Росу С упавшего Листа На мостовой Руками Чьими Обнимаю Мир Который Так Беспомощен Непрочен Я Я Голос Эта Нахлынувшая Слава Она Обернулась Почти Забвением У нее Такие Пророческие Строчки Я Как сломанная Кукла В грудь Забыли Вставить Сердце И оставили Ненужной В сумрачном Углу Вот Ее Оставили Ее Оставили И И Но ведь К двенадцати Годам А Это было невероятно Она получила В Италии Премию Золотой Лев Была издана Ее книга Книга Ее стихов Ушла большая Пластинка Фильмы Бесконечные Интервью И Вдруг Постепенно Все Все ушло Она Прожила 27 лет Вот Я Пересматриваю Ее стихи И Поражаюсь Образом Который Мог Родиться Вот у этой Семилетней девочки Я трамваем Не поеду Осень рельсы Заметают Я останусь просто дома У раскрытого окна Соберу в ладони звуки Как туманы Собирают Утром дворники В корзины Поторапливая День Ветер Листьями Закружит Не спуститься По ступенькам И захлопнется Окошко Битым Зазвеня Стеклом Я Трамваем Не поеду Звуки Осень Обгоняют Я Останусь просто Дома У Разбитого Окна Но я не сделала очень важные вещи Я не представила вам блистательных Олега Синкина Вячеслава Голикова С детских лет поверил я Что от всех болезней Капель датского короля Не найти болезни И с тех пор горит во мне огнём твоей веры Капель датского короля Пейте, кавалеры Капель датского короля Пейте, кавалеры Капель датского короля Или королевы Это крепче, чем вино Слаще карамели И сильнее клеветы, страх и холеры Капель датского короля Капель датского короля Грош цена тому, кто встать над другим захочет Укрепляйте организм, принимайте веры Капли датского короля, пейте, кавалеры Капли датского короля, пейте, кавалеры Если правду прокрещать вам мешает кашель Не забудь отхлебнуть тех чудных капель Перед вами пусть встают прошлого примеры Капли датского короля, пейте, кавалеры Капли датского короля В белый свет я вошел, но Нигде на свете Мне, представьте, не пришлось Встретить капли эти Если ж вам вдруг повезет Вы тогда безмерны Капли датского короля, пейте, кавалеры Капли датского короля Пейте, кавалеры Капли датского короля Пейте, пейте, кавалеры Капли датского короля Капли датского короля Капли датского короля Капли датского короля Продолжение следует...